Доброе утро! Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 9 главу, 51 стиха. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим, и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Ведь это ученики его Яков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Иерия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Замечательная история, забегая вперед. Я думаю, что каждый из нас узнает в этих братьях Вакве и Иоанне, узнает себя. Но давайте по порядку. Ситуация самая обычная. Иисус шел в Иерусалим, и по своему обыкновению он посылал впереди себя людей, посылал туда, куда сам хотел прийти и проповедовать там. Но как бы готовя почву к своему приходу, он посылал учеников, тренируя их, посылал учеников. Не приняли, 53 стих, не приняли Христа. Они вошли в селение Самарянское. И у нас, наверное, как у читающих Новый Завет, наверное, сложилось впечатление, что самаряне, они, хотя и были ненавидимы евреями, ортодоксальными иудеями, но они, в общем-то, были люди хорошие, потому что добрый самаритянин, помните, и женщина у колодца тоже в селении Самарийском. Вот прочие там упоминания моментов, когда Христа приняли, причем приняли так хорошо, Евангелие принимали с радостью. И вот этот вот стих немножечко идет вразрез с этим представлением. Мы видим, что не все так было радужно, не все хорошо. Ну, я думаю, что, конечно же, Христа не приняли, потому что он имел как раз-таки вид паломника. Вот, то есть, именно, наверное, иудея. Не все добрые, пушистые. Не все смаряне принимали Христа. Мы видим, что были те, кто отвергли его. А вот, 54 стих. «Видя то, ученики его, Яков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илии сделал?» Ну, сердце учеников можно понять. Им было обидно за учителя. Они были оскорблены, я так понимаю, этим. Ну, и потом, в конце концов, в целом, это было неправильно. То есть, не принимать путника, не принимать гостя. Не знаю, здесь не написано, в какое время это происходило. Вот, то есть, если это происходило к вечеру, то это вообще неслыханное неуважение. Если это происходило днем, ну, в общем-то, тоже ничего хорошего. Вот, им было обидно за учителя, ну, возможно, за себя, как часть команды. Вот, и реакция их, естественно, обычная. Естественно, обычная наша с вами человеческая реакция. Не приняли, давай мы на них огонь не заведем. Вот, ну, я думаю, что таких ситуаций у нас в жизни было полно, потому что вокруг нас масса происходит всяких несправедливостей. Люди склонны обижать друг друга, проявлять агрессию, гнев. Просто делать какие-то нехорошие поступки. Просто, может быть, даже не задумываясь, не думая об этом, но делать то, что, ну, как минимум, неудобно другим людям. А, как максимум, обидно и раздражает, и обижает, и так далее. Машины, которые паркуются так, что ни одна коляска не проедет. На узких, естественно, местах. Окурки брошенные там везде-везде-везде. Мусор, грязь, неприятие людей друг друга. То есть, люди агрессивны друг к другу. Особенно, когда началась вот эта вот вся заварушка с масками и с пандемией. То есть, все эти вот моменты очень опострились. Люди сразу же разделились на две категории. Носящие маски и не носящие маски. И они друг друга тоже недолюбливают. И при случае они друг другу высказывают все. Вот, а вы такие, а вы такие. Ну, то есть, такое растет раздражение. Вернее, изливается раздражение, гнев. Вот, в общем-то, в общественном транспорте и так никогда не было спокойно. Редко, когда было спокойно. То есть, всегда было напряженно. Вот, сколько вот я, например, не пользуюсь. А тут еще маски добавили. Разделили людей в мире на две, на два лагеря. Вот, то есть, вокруг нас много всякого зла. Много всякой ерунды, которая, ну, действительно ковыряет, нас раздражает, оказывает давление. И наша человеческая реакция на это часто именно как раз-таки человеческая. Как раз именно по-человечески мы думаем, ну, ты мне, я тебе. Вот, ты мне там на ногу наступил, я там буркну тебе в ответ. Ты машину поставил где-нибудь, я тебе ее истцарапаю. Зеркало сломаю, вот. И того хуже, там, стекло выбью, плюну на стекло, там, и так далее. То есть, человек в ответ на плохое склонен так же поступать плохо. Может быть, что-то мы не делаем, но внутри все колокочет. Внутри все колокочет. И если бы была возможность, если бы мы понимали, что нам за это ничего не будет, то я больше чем уверен, что большинство людей сделали бы что-то плохое. Ну, если так представить, что никто там в ответ ничего не скажет, не сделает, никакого наказания не будет, возмездие, то большинство людей, подавляющее большинство, включая верующих, они в ответ сделают что-то тоже плохое. К сожалению. К сожалению. С неверующими все понятно, то есть у них бывают проблески доброты, но, как говорится, что с них взять, да? Вот. Они вадимы своими инстинктами, вадимы другими вещами. Но нам, верующим, это совершенно не к лицу. Иисус говорит им в ответ. Кстати говоря, да, кстати говоря, Яков и Иоанн на Иисусах еще загодя назвал «вуанергис» Евангелие от Марка, 3 глава 17 стих говорит, что он их так назвал, что означает «сына Громова». То есть я думаю, что и вот этот эпизод только проявил эту черту характера, здесь описаны именно они, не кто-то другой, и даже не Петр, который, несмотря на свою вспыльчивость, здесь, ну, может быть, он не присутствовал, ну, или смолчал. Вот. Но вот эти парни, они полезли. Да? Давай, Господи, мы на них низведем. Вот. И самое главное, что они подтверждают в Библии, да, Илья так сделал, Илья сделал и низвел огонь там на них. Ну, вот. Но хотя мы помним, что Илья не на людей низвел огонь, он и низвел огонь на все-таки, Господь низвел огонь и поглотил жертву. Вот. Ну, ладно, об этом, видимо, они забывали. Иисус им сказал, не знаете, какого вы духа. Он запретил им. Обратите внимание, он просто запретил им вот такие проявления. Вот. Несмотря на то, что они вроде как даже на Библию ссылались, смотри, вот Илья так сделал. Вот. Иисус им запретил. Вот. Почему? Не знаете, какого вы духа. Вот такой вот аргумент. Потому что, на самом деле, как Иисус поясняет здесь дальше, Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Вот. Есть ли в нас вот этот вот дух, проявляется ли в нас этот дух? Конечно же, он есть, потому что это дух Божий. Но проявляется ли он в нас, и особенно это актуально в критические моменты, такие вот моменты раздражения, проявляется ли в нас этот дух, желающий не губить, а спасать? Ведь когда у нас внутри все клокочет, и рука сама тянется к автомату, вот. Какой дух проявляется, он совершенно не Божий. Да, мы поступаем по справедливости. И можно тоже сказать, а вот же в Ветхом Завете написано око за око, там глаз на глаз. Но мы видим, что вот новозаветное прочтение, Сын Человеческий, вернее, вот Иисус, он запретил им такие проявления. И мы понимаем, почему было сказано тогда. Это было сказано не как, ну, не для нападения. Это было сказано как сдерживающий фактор для того, чтобы люди, ну, совершенно там, не перекалечили, не переубивали друг друга. Чтобы было нечто, что сдерживает людей, не дает обществу погрузиться в хаос, вот. Но мы сейчас имеем дух Христов, как написано в Писании. Мы действуем духом Христовым. А Иисус пришел спасать, не губить. И повторюсь, когда у нас все клокочет внутри, вот. Вот именно ведь это и есть проявление этого духа. То есть внутри, но это, ну, зреет наше, в общем-то, решение. Почти что решение. Да, я надеюсь, что все-таки даже до решения не доходит, что мы просто побурчим, как, ну, как эмоционально, да, и осекшись, остановившись, вспомним, кто мы и каким духом должны быть движимы. Я думаю, мы все-таки прекратим это дело. Не дадим ему развиваться. То есть духом Христовым запретим. Это все безобразие внутри себя. Вот. Но часто же ведь мы не запрещаем. Часто же ведь мы даем, ну, пусть не выход, вот, но даем волю этим чувствам. И человек может, ну, допустим, не было выхода там в момент, когда произошло какое-то событие, но человек может вымещать свое раздражение на других позже, на тех, кто слабее, семья, другие люди, которые во власти человека находятся, ну, или просто под руку попались, кто послабее. Вот. На них человек может вымещать свое раздражение и злобу, и гнев и крик. Вот. Ефесянам нам говорит об этом. Всякое раздражение, ярость и гнев и крик – это 4 глава, 31 стих. «И злоречия со всякой злобой, да будут удалены от вас». И чуть пораньше, 24 стих, «Солнце да не зайдет во гневе вашем». А именно вот эти вот вещи происходят во время гнева, во время, когда мы чувствуем какую-то обиду, когда нам обидно и больно, вот, за что угодно, за себя, за державу, за семью, за жену, там, неважно, обидно. Поэтому давайте вот на самом деле молиться о том, чтобы у нас вот спонтанной нашей реакции, самой быстрой реакции, вот, было как раз-таки смолчать и предать Господу всю эту ситуацию. Именно не просто молчаливо перенести, да, но здесь написано все-таки движение сердца, вот, именно спасти. Здесь написано, Сан Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. То есть, Иисус сказал в ответ, благословляйте, молитесь за врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. То есть, смотрите, ответная реакция должна быть не просто пассивной, да, смолчу, неважно там, что там внутри, но смолчу, стерплю, ладно, фиг совсем. Вот, но именно ответная реакция должна быть спасти человека. И может быть в этот момент Господь даст какое-то действие, которое приблизит человека. Может быть мы скажем, может быть Господь даст сказать слова, ну, Божье слово для спасения человека, для того, чтобы он задумался, для того, чтобы увидел другую реакцию. Потому что, согласитесь, люди вот эти реакции в ответ видят постоянно. И если они вот на этом фоне будут видеть нечто другое, то я думаю, что это будет западать в сердце, будет откладываться в сердце человека. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, помоги нам, пожалуйста, действовать Твоим Духом. И вот эти вот случайные, ну, в моменты, когда случаются вот эти вот неприятности, дай нам, Господь, реакцию именно Твою, Господь, не проклинать в ответ, не проявлять гнев и злоречий тем более, но проявлять Твой Дух, Твою святость, Твою доброту, Твое милосердие, прощение. Дай нам, ну, научи нас, Господь, дай нам мудрости в такие ситуации, ты видишь, что все-таки мы призваны и в том числе и останавливать зло. Дай нам мудрости, Господь, дай нам мудрости и сил. Прошу Тебя о том, чтобы в любом случае не было никакого негатива из нас, но было только нечто от Тебя. И дай нам делать выбор в такие моменты именно в пользу Твоего, проявления каких-то Твоих черт характера. Научи нас, Господь. Так прославляю Твое имя, во имя Иисуса Христа. Аминь.